Часть завершена, и мы можем полностью погрузиться в увлекательный мир шахмат. Еще раз, один раз пошумим, и дальше тишина. Аплодисменты гроссмейстерам и хорошей игры. Начало тура. Субтитры создавал DimaTorzok Испанская партия. Ожидалось ли, что Владимир Борисович может так играть? Я видел мальчика с грищиком, часто он ходил в Е4. Но он играл скорее итальянскую партию. Ну, в принципе, Е3 спокойная, тихая система. Классическая, встречается не всегда. Она почти на каждом турнире, крупном. Поэтому, в целом, я думаю, что Андрей пока знает, что делать. Даже не думаю, а уверен. Что-то единственное меня смущает, что на нашем захвате экрана не показывается трансляция. Я, может быть, кто-нибудь из нашей технической поддержки нам поможет. Потому что мы вот с Александром видим, что происходит. А на экране, да, пока ничего не отражается. Но мы будем надеяться, что все исправится. Вот. Да, разыграно. А3 спокойная система, наверное, видят ли нас. Ну, наверное, если нас слышат в мире зрители, наверное, и наблюдают партию онлайн, поэтому должны видеть. А3 спокойная система. Здесь одна из основных, на сегодняшний день белые пока защитились от хода конь А5, в котором стали угрожать черный пусход Д6. Ну и стандартный план в случае хода А3, это просто пойти конь С3, конь Д5. Вот это, может быть, сломан уже 5 при ситуации. Ну, чаще всего, да, конь С3, конь Д5 – основная идея. Здесь сложные позиции получаются. Белые пытаются играть в долгую, на небольшой плюс. Ну, посмотрим, как у них это получится. А вообще, как ожидалось, да, что будет Владимир Борисович сразу набрасываться, как тигр? Или он сначала будет прощупывать оборону Андрея на разных направлениях? Трудно, конечно, сказать. Владимир Борисович сейчас играет крайне редко и в основном в интернете, поэтому вживую. Как он будет начинать матч, трудно было предугадать. Ну, как бы, мне кажется, логично для него попытаться с первых же партий захватить инициативу, потому что все-таки матч его опыт на его стороне. Пока, возможно, для Андрея это будет немножко новое, такой матч. Поэтому здесь, мне кажется, я бы на месте, наверное, Владимира Борисович сразу попытался с первых партий навязать свою игру оппоненту. Изучали ли вы с Андреем какое-то классическое наследие, как действовал Крамник в матчах за мировую корону? Или все-таки это все было уже давно, шахматы были совершенно другими и сейчас имеют значение какие-то партии только, которое Владимир Борисович играл там в последних турнирах, там, допустим, у Ильи Левитова, да, в Амстердаме? Нет, мне кажется, что психология никуда не уходит. То, что классически, когда играются матчи на первенстве мира, классически ведется подготовка не только дебютная, но, безусловно, и профессиональная с точки зрения, как начать партию именно, какие дебюты, как прощупать. Сыграть в первой партии основные вещи и потом их продолжать играть все время, либо нет. То здесь, конечно, я думаю, что в целом Андрей в курсе этих матчей, всех основных, да, которые были на первенстве мира. Всегда стратегия присутствует, кроме дебюта, но и стратегия на матче. Чаще всего бывает, что гроссмистеры высокого уровня, играя матч, пытаются в первых партиях, возможно, сыграть не самое основное, что они готовили. Плюс я подозреваю, что здесь, скорее всего, будут готовы два репертуара, один на быстрый шахмат и другой на блиц. Могу ошибаться, но все-таки контроли разные, то есть быстрый шахмат, на мой взгляд, сегодня может быть что-то такое между быстрыми и классикой. То есть вполне можно сыграть серьезную партию, посчитать пару раз, задуматься, серьезно, блиц, все-таки немножко игра с другим контролем. Поэтому там, возможно, более рискованные дебюты, другая стратегия. Ну, посмотрим. Ну, вообще, конечно, я вот еще хотел сказать, что очень рад видеть Владимира Крамника, как он играет вживую, все-таки это масштабное событие. Заметьте, что, по-моему, в 1998 году Крамник играл матч свой в космосе с 13-го чемпиона мира, по-моему, в 1998 год. И вот могу сказать, что вживую наблюдал за этим матчем. Конечно, получил я, по-моему, там большую, хоть и был еще совсем юным шахматистом, но большое оставило след и эмоции наблюдать. Поэтому я всем по-хорошему завидую зрителям, которые сегодня вживую приехали посмотреть этот матч, это, конечно, большое событие. Немножечко у нас запаздывает, я насколько понимаю, да, картиночка здесь, да, уже сделаны первые ходы, да, и... Владя Б8 хитрый ход могу, вот если мы можем чуть отмотать, девятый ход. Такая идея профилактическая, идея в том, что если белые будут ставить коня на Д5, то потом, в принципе, иметь возможность в какой-то момент побить этого коня, и в случае взятия слоном на Д5, чтобы конь не попадал под связку, чтобы можно было либо уйти, либо как-то защититься более удобным способом. Вот, поэтому пока это все известная относительно теория, стандартная позиция. Ну, так она считается, наверное, на современном оценке на сегодняшний день, считается, что у белых минимальная какая-то... Ну, я бы даже не сказал преимущество, минимальное давление, которое они пытаются перевести в преимущество. Ну, посмотрим, в принципе, здесь партии были сыграны. Основная идея черных – побить либо конь Бет Д5, конь Е7, убить, и для этого именно мы увелел Ладю на Б8, а потом уже по ситуации либо коня на Ж6, либо Ислон Е6 разменять. В принципе, несколько партий высокого уровня, знаю, протекали именно таким способом. Белые где-то, может быть, будут пытаться либо С3, Д4 проводить по центру, либо А4 дергать фланг ферзовый, где-то пытаться АБ, АБ, Ладю на А7 заводить. Так, кстати, любят играть индийские шахматисты, наверное, вот видят, там еще другие. То есть вот эта схема... Для наших зрителей, да, трансляция немножко отстает, да. На самом деле, вы, конечно, на смартфоне можете пока открыть, пока нам тут до конца... Первая партия, я думаю, сейчас будет тактическая какая-то, техническая, да. Наладка, но вот здесь то, что мы обсуждаем с нашим гостем, да, напомню, у нас в студии гроссмейстер Александр Рязанцев, тренер сборной, тренер, который работает с Андреем Есипенко. Знаешь, белые влезли конем на Д5, да, а Андрей так аккуратненько сделал... Ладью поставил на Б8, сделал рокировочку, Ладья Е8, слон Ф8 и готовится потихоньку пытаться с этим конем бороться. Да, я заметил, хотел бы заметить, что время, которое указано, мы видим другое время. Мы видим, что 13 минут у Владимира Крамника и 14 минут у Андрея Есипенко. Мне кажется, это больше соответствует правде, потому что, насколько я понимаю, все-таки Андрей пока не вышел за пределы своих знаний, пока он в курсе всех событий. А мне кажется, что для Владимира, кстати, Крамника, возможно, ход Ладья Б8. Это такая, не самая основная линия. Новое веяние, может быть, я так сказал, одно из возможных продолжений. Возможно, он не совсем прям тонкости знает, либо вспоминает. А вообще, ну тут матч получается, да, невероятное количество партий. 30 партий, как вот даже больше, чем... Вот 30 партий довоенные, до матча какие-то. То есть, наверное, это какая-то невероятная подготовка нужна, и огромное количество каких-то... Потому что там план А, план Б, план С. Ну, все-таки здесь, если бы это еще было в классику, то это, наверное, действительно было бы невероятно... Невероятное не только количество партий, но невероятное количество дней бы матч продолжался. Но поскольку здесь все-таки это рапид и блиц, я думаю, что достаточно иметь плана и план Б. Ну, а если и плана, и план Б прогорит, то, как говорится, ну, тогда была плохая подготовка. Вот сейчас сыгран 13-й ход ладья Е1. Ну, полезный ход, в принципе, белые дебюти сэкономили время, они не пошли ладья Е1, пошли Д3. Сейчас они решили, что все равно, наверное, этот ход можно сделать. Ну, не знаю, насколько он прямо... Наверное, не супертонкий ход, но неплохой. То есть, просто полезный ход. Пока, наверное, Владимир Крамник хочет посмотреть, что все-таки будет делать его соперник. Может быть, он пока не очень понял все-таки, что хотят сделать черные. Ну, я подозреваю, что, скорее всего, последует взятие на Д5 и последует дальше после слона Д5 ход конь Е7. Хочу, кстати, заметить, что после конь Д5 ЕД ход обычно является неудачным в таких структурах, потому что после конь Е7 структура это выгодно черным, у них от пояс является поприятнее, за исключением, когда только вот слон стоит. Если бы мы представили, что слон стоял бы на Е7, а что белый слон на С1, вот если бы коню пришлось уйти на А5 или на А7, тогда ход ЕД имеет смысл. И так белые часто в этих структурах играют, загоняя коня в неудачное положение, потом пытаясь быстрой игрой по центру использовать это. В случае же, когда слон ушел на Ф8, взятие пешки является нецелесообразным, поэтому надо бить всегда слона. Ну, это так, возможно. Но я думаю, что наши игросмейстеры прекрасно в этом знают. Ну, то есть, слон этот же у нас знаменитый испанский слон, да, и, наверное, да, одна из важнейших вообще концептов построения белых, то, что их слон пока посильнее слона Ц8, поактивнее. И черных всегда очень боятся, как бы, там, на Е7, какой-нибудь удар не прилетел или быстро гонить. Атака, там, коняш 4, коняш 5, тоже, если придется черным отдать слона, слон бьет Ф5 ЕФ, вот эти ходы А6, Б5, конечно, ослабление поля Ц6, но АД5 вот этих белых полей будет иметь место быть, поэтому, конечно, да, белопольный испанский слон – это страшный кошмар для черных. Ну, вообще, вот я в силу своих скромных испанских познаний, вот, как бы, всегда считал, что главный плюс белых – это с черным пока чуть-чуть не хватает гармонии в их позицию, да, и им как-то надо порядок навести, чтобы расставить фигуры получше, да, то есть сейчас Андрей этим и должен будет заниматься. Ну, как раз, да, мне кажется, конец Ц6 перевести немножко на Е7, на Ж6, слон Е6 как раз подменять нашего белопольного слона, и потом, в принципе, уже в зависимости по ситуации. То есть тут потом можно дальше ставить, я не знаю, у нас есть возможность двигать или нет? Да, у нас есть возможность двигать. Ну, например, я, предположим, ты, к сожалению, да, здесь, ну, я не знаю, может быть, зритель там интернет-видит. Конь бьет Д5, слон Бьет Д5, да, наверное, конь Е7, слон Б3, допустим, конь Ж6 поставил. Ну, и дальше мы хотим пойти слон Е6, здесь уже надо смотреть, конечно, белые могут либо пойти Д4, в ответ надо всегда считать ход Ф5, либо просто бить. Может быть, мы можем вообще не реагировать на Д4, пойти Ц6, слон Е6 пока аккуратненько погасить инициативу, ферзя на Ц7, в принципе, ничего страшного не происходит. То есть здесь по-разному может. Где-то белые могут из А4 пойти, как я уже говорил, часто типичный прием АБЛ1 на А7 завести. При случае встречается и ход Ц4, но почти никогда не работает при положении черного АБЛ8. Поэтому здесь, потому что слон С4 не удается помнить. Ну, в общем, предстоит нам в этой позиции долгая, скорее всего, какая-то маневренная игра. Ну, вот там какого-то прямого боя мы пока не увидели. Да, вообще... По ощущениям, честно говоря, и наша трансляция стала ставать. Мне кажется, ферз стоит вообще на Ф6. Мы попробуем обновить. Да, действительно. То есть так и было, да, сыграно? Конь Д5, слон Д5. Конь Е7, слон А2 после этого. Конь Ж6. Б4. Б4. Захватывает просто. Кстати, вот идея, наверное, где-то может быть Ц4 поставить. Ферзов 6. А вот скажи, вообще вот в таких случаях, насколько глубоко простирается подготовка? Соперники, может быть, ход в ход, даже если не знают, но они помнят все идеи, да? То есть очень быстро реагируют. Конечно, по-хорошему надо понимать идеи и позиции, допустим, при вскрытии D4, или C4, или A4. Какие есть опасности в позициях? Какие размены выгодны? Как изменение структуры может тем или иным образом сказаться? То есть по-хорошему, ну, если подготовка позволяет, время позволяет, и, допустим, изучается дебют внимательно, на высоком уровне кашетим вещам уделяется внимание. Я, насколько понимаю, что очень тщательно, да, наверняка обе стороны готовились, все-таки это два профессионала до мозга и костей, никто не хочет проигрывать. За Владимира Борисовича Крамникова сказать не могу, но я почти уверен, знаю все-таки, ну, во-первых, какая система. В подготовке была Владимира Борисовича, когда он играл матчи на первенство мира, поэтому, ну, я почти уверен, что, конечно, безусловно, он готовился, и я думаю, постарается показать шахматы на сегодняшний день, какие вот он может максимально сильные. Ну, Андрей, естественно, Исипенко готовился к этому матчу, естественно, для него большой вызов, большое событие, считаю. Так, сейчас сыграно С3, так вот, вот такой вот в кратчевой немножко манере, да, что сейчас могут черные у нас предпринять? Ну, это Е6 логично, если так, на первом взгляде. Наверное, Андрей думает, стоит ли менять слону, или стоит, может, даже чуть амбициозник, а не в 4 пойти, типа так, создать какие-то угрозы где-то. Ну, нет, слон-слон Е6, да, я думаю, что выглядит логично и правильно. В мат по сходе в 4 не очень верится, а вот все-таки разменять нашего слона, так, а4, ну, примерно, да, примерно развивает. Интересно, да, что крамник пошел в b4, в целом, идея хода где-то не дать черным пойти c5, часто черные бывают, что если b4 не ставят, черные сами могут пойти c5, поэтому здесь такая борьба за центр, на самом деле, является. Вот b4, слона 2, кстати, я думаю, что это не зря отошел крамник на 2, именно на b3, то есть, думаю, представление об этой структуре тоже у Владимира Крамника имеется. Вообще, кстати, вот то, что жеребьевка белый цвет вытянул, это вот дает какое-то преимущество в первый день? Будет ли такое-то важное значение иметь? Я-то насколько понимаю, что у нас по регламенту матча, кто выиграет в быстрые шахматы, да, при равенстве общего счета, он имеет некоторый приоритет? Ну, как раньше, например, ничья чемпион мира сохраняла бы титул, да, наверное, это так. Ну, то есть, по-разному может сложиться, не знаю, покажет лишь матч. В целом, зависит, кто быстрее, наверное, адаптируется к матчевой, все равно обстановке к матчевому напряжению. Ну, наверное, белыми, мне кажется, чуть поувереннее стартовать. Хотя, с другой стороны, всегда есть моменты, когда если надо отыграться, последняя партия, белый цвет тоже здесь. В принципе, как есть плюс, так и есть минус, поэтому большое его значение иметь не должны. Да, ну, пока времени много, да, думают соперники, да, размышляют, делают ходы, конечно, значительно все динамичнее и интересно пойдет, когда время будет поджимать. Я надеюсь, что к тому времени, когда у нас блиц-матч будет, у нас все идеально будет отработано с трансляцией, да, чтобы сразу синхронно все передавалось. На следующей партии у нас не будет этих моментов. Здесь, кстати, я думаю, что Андрей думает, бить не бить, может быть, я бы пока не бил, мне кажется, напряжение это скорее выгодно чертно. То есть, может быть, имеет смысл пойти ЦП, только хотел сказать, что ЦП, вряд ли мы боимся хода слона Д5, эта структура должна быть в порядке для нас, то есть это только единственный, может быть, минус, да. А если пойдут АБ, АБ, слон Е6, ну, ферзь Е6, я думаю, что по яйца носит примерно равный характер, там черные где-то будут хотеть ЦБ, ЦБ, Д5 пойти, в принципе, проблем я не вижу, мне кажется. У Андрея достаточно крепкая позиция, все фигуры так или иначе развиты. Ну, в общем, Андрея можно назвать, да, одним из таких достаточно крупных уже, да, специалистов по испанской партии, это его репертуарный дебют, да, и он в высочайших соревнованиях, высочайшего уровня, с суперспортсменами, да, удержал. Ну, даже на последнем турнире, где Андрей сыграл очень хорошо, это большая швейцарка, где буквально в шаге остановился от выхода в турнир претендентов, и несколько раз он применялось в панскую партию, и она ему служила, в принципе, верой и правдой, кстати, с ведущими индийскими гроссмейстерами Айгаси и Видитом, то есть в целом опыт у него, конечно, имеется. То есть насчет классического, ну, классик, не классик здесь тяжело судить, да, шахматы быстро меняются, все время надо быть в тренде, да, чтобы быть все время классиком. Поэтому, ну, ну, я думаю, что в целом у Андрея знание, понимание этих структур находится на высоком уровне. Ну, пока у нас еще, да, не происходит ничего такого мега динамичного, нету какого-то прямого боя, да, можно сказать о том, что на самом деле вот так вот в официальных соревнованиях, в официальных партиях у нас Андрей и Владимир Борисович встречаются просто впервые. То есть я пытался отчаянно перед эфиром хоть на ческоме хоть какие-то, да, мы наличиеся, какие-то партии найти, просто не нашел, да, что вот такая вот первая встреча. Вот, как ты считаешь, нет ли у Андрея какого-то мандража перед легендой, или он к этому всему спокойно относится? Я думаю, что у Андрея уже большой опыт, он играл и на Кубке мира, и матчи с Магнусом Карлсоном, достаточно играл неплохо, то есть там в большой борьбе Магнус удалось играть победу, поэтому не думаю, что есть какой-то мандраж. Наверное, в принципе, для Андрея это большое событие, есть такое в хорошем понимании слова это мандраж, что большой праздник, на самом деле многое пришло очень зрителей поддержать, уверен, что очень много болельщиков будут болеть смотреть в интернете, во всем мире в том числе, поэтому здесь в этом плане, наверное, такое хорошее привкушение, вкусные, я бы так сказал, борьбы интересные. Волнение это не так плохо, оно не слишком большое. Да, у нас много и ростовчан здесь, я знаю, что делегация достаточно, ну, не маленькая делегация приехала из Краснодарского края, здесь это, так ведь, по сути дела, это южное дерби, ведь вырос Владимир Борисович Витальев, первые шаги свои сделал на Кубане, он сам родом из Туапсе, работал с легендарным советским дважды чемпионом СССР, Виталием Валерьевичем Цышковским, да, вот, и вообще всегда, вы знаете, есть противостояние Москва-Питер, но когда Ростов играет в футбол с Краснодаром, это тоже принципиально. Поэтому, конечно, у каждого свои болельщики, все желают успеха, а тем временем слоны поменялись. Да, слоны и пешки А4-А6 тоже ушли с доски, Владимир А6, в принципе, все по стандартным лекалам, можно даже, наверное, так сказать, то есть белые пытаются недочерим сейчас пойти к РСБ-ЦБ-Д5, для этого после этого входа Владимир А6, ну и создают угрозу АБ-ДО. Наверное, там первая мысль Владимир А8, да, наверное, имеет смысл пойти, и ФСБ-ЦБ-ЦБ-ЦБ-ЦБ-Д5. Давайте подвигаем, да, не можем? По крайней мере, это выглядит очень логично. По крайней мере, у нас сейчас все обновляется, да? Ну, не знаю, здесь, я бы даже, может, рассмотрел, плоть, ну-либо взял ЦБ-ЦБ-Д5, можно посчитать, там, брат, ФСБ-Д5, надо дальше досчитывать Д4, слон, идет на Д2, будет ли там полная компенсация или нет. Есть какой-то ход с стороны ФСБ-ЦБ-ЦБ-ЦБ-Д5, немножко странновато, но, с другой стороны, там топовой, напали на ладью, случай Ладья А8, ФСБ-ЦБ-ЦБ-ЦБ-Д5, но, правда, отмечу, что без угроз, тут уже, кстати, ЦБ-ЦБ-Д5, уже, слон, на Б4, выглядит как-то, да, Ферзь С8 выглядит надежно Ладья 8, Ферзь А8 Я думаю, что это просто равность А тем временем сделаны у нас ходы Взяли, взяли, немножко по-другому сыграл Андрей Он разменялся на Б4 Разменялся на А6 до этого И Ферзь Д7 Возобновил угрозу Д5 Тоже выглядит очень солидно Белый пока по линии С зайти не успевает Ладья Ц1, Д5 уже сразу Может так и пойдет А, там правда пули Ф4 Я думал, ладья Ц1, Д5, слон Ф5 Но тогда там Хонина Ф4 полезет Ну, мне нравится, в принципе Наверное, проблем дебютных У Андрея в этой партии Он их решил, уже можно окончательно сказать Нам трудно мне понять Что со временем Потому что как-то в трансляции Оно меняется то в одну То в другую сторону Сейчас у нас новая площадка Часов, которую мы используем В этой трансляции И, в общем, она еще не до конца Все отработано Ну, мы надеемся, что от тура к туру Будет лучше Но по ощущениям так все пока быстро Да, нету глобальных каких-то Размышлений Да, у противников Примерно должно быть Плюс-минус одинаковое время Так, Д5 пошел Ладь С1, Д5 я вижу На доске стоит По видеокартинке, по крайней мере Ну, опять-таки, очень пока логично Где-то надо, видите, надо что-то обновлять Да, Ладь С1, Д5 на доске сделано Вот я вижу Рамник дугует Ну, надо решать проблему Да, висит пешка на Б4 Можно здесь поставить Ладь С1, Д5 Тихода точно сделано По видеокартинке Да, в принципе, висит пешка на Б4 Надо как-то эту проблему решать Ну, кстати, так Можно же просто, конечно, отойти С1, Д2, защитить на Б4 Ну, это, наверное, признание того, что Ну, мне кажется, уже в белых и ничего не должен Потому что так вот С1, С5 Коня на Ф4 что-то пускать совсем не хочется Там на Д3 зависит То есть, конечно, можно посчитать С1, С8 Там Король Ф8, но Е2 еще шаг нет Это, я думаю, что так ходить просто крайне опасно То есть, ну, так А Ферц 6, Ферц 6, Ладья С6 Все-таки на Б4 сидят Наверное, белые, кстати, отыграют ее Потом Ладья Б6 Может, это довольно, кстати, самый жесткий способ за белых Уже показать, сказать, что ладно Первая партия, проверка боем прошла Поедите Ферц 6, Ферц 6, Ладья С6, например Слон Б4, Ладья Б6 И подровнять Так и сыграно, кстати Так и сыграно, да? Так и сыграно, да Ферц 6, да? Ферц 6, так и Владимир Борисович Ну, тут все логично, мне кажется Сейчас, наверное, я думаю, последует Размен на Е4 Побьет на Б4 Андрей, Ладья Б6 И в пору соглашается на ничью, да? Ну, кстати, я думаю, что Владимир Борисович, мне кажется, попытается За счет матча опыта первую партию еще поиграть То есть какую-то, да? Симметрию на лучшего слона, да? Попытаться Очевидно, что ничего у белых нет Ну, так, может быть, на будущее Партий предстоит много Еще 29 Психологические подавить Я думаю, не будет, наверное, большой ошибкой Да, действительно Как вот в этих байках, да? Когда, значит, рассказывал Ну, передавался чемпионский опыт От Спасского к Карпову От Карпова к Каспарову Да, что вот Почему человек там доигрывает Бетоничейную, да? Позицию Потому что, да, надо как-то Перед следующей партией Попытаться измотать соперника Психологически на него поддавить Играет, да Тоже немаловажную роль Иногда И сама попадает Так что Владимир Борисович Но он еще действительно Он же настоящий Не просто, да? Шахматист Он настоящий шахматный Актер шахматной доски Он не может вот так вот, да? Простую, пустую Ничью сделай, да? И за 20 ходов уйти Когда вот Полный зал зрителей Не, ну я, конечно, не могу сказать Что это даже здесь Непростая ничья Соперники СОП Продемонстрировали планы интересные Каждые Переводы То есть партия Это очень классическая В принципе, шахматная игра Ничьяная Мне кажется, не надо Тоже очень Иногда сильно критиковать Игроков Потому что здесь Они Ну так сложилась борьба Сложная испанская партия Оба действуют пока На мой взгляд Очень логично Правильно Классические Поэтому ничья Один из нормальных Результатов Что если вдруг Да, но так получится Логично Это мы можем сказать Что вот она Настоящая гроссмейстерская ничья Да, когда Ну Оба показали Высокий уровень Да, фигуры Исчезли с доски Ну Что поделать Да Ну Кстати Я думаю Что эта партия Не закончится Что-то меня Да Мы надеемся Что все интересно Во-первых Сейчас думает И Андрей Он размышляет Может над ходом Д4 Слон Д2 Типа Ладью на А8 Как-то активизировать И где-то с идеей Ладья А3 Может быть Дойти Но там Может быть На белый Может и король Вадим Может подойти Хотя Ну Какой-то смысл Есть в этом Но я думаю Что Не знаю Пойдет Не пойдет Посмотрим То есть Надо считать Там уже Все-таки Ход на ход Конкретно То есть Самый, конечно Простой ДЕ ДЕ Слон Б4 Ладья Б6 И дальше Как-то Аккуратненько Главное Как сказать Не делать Как-то резких движений То есть Битая ничейная Там Если Будет казаться Что белые Где-то Якобы давят Или Какая-то у них Инициатива То есть Все это Немножко Скорее Визуально Поэтому Вопрос такой Здравствуйте Андрей Кстати Недавно Беседуя На канале Левитовча С Ильей Левитовым Ян Непомничий Наш Двукратный победитель Турнира претендентов Он сказал Что через 10 лет Классика Уже Не будет существовать Фактически Она умрет Так долго Да Ты считаешь Что гораздо быстрее Это Что иссушают Ее компьютеры Уже давно Очень меняется И последние За последние 10 лет Она меняется Вопрос Меняется концепция Меняется Выбор дебютов Не так много Становится Возможных Вариантов Выхода На какую-то Большую борьбу До многих Вариант Действительно Анализы Достигли Таких Глубин Что Где-то там Казалось раньше Что хуже Или это игра На победу Найдены способы Нейтрализации Перевеса Во многих дебютах Поэтому конечно Классику Если один из соперников Ну никак не хочет играть Даже черным цветом Бывают ситуации Когда конечно Игру завязать не удается Но это Такой Мне кажется Об этом еще спорили Если я не ошибаюсь В времена Капабланки Когда он говорил Что Ферзо и Гамбит Но игра ничейная И в принципе Они не ошибались В оценке Позиции Именно В оценке ситуации Действительно игра ничейная Но с другой стороны Мы видим Что прошло сто лет И шахматы все равно играют Даже при наличии Таких мощных компьютеров Но вне сомнений На мой взгляд Конечно Более динамичные Наверное Я бы менял какие-то контроли На сегодняшний день Делал бы Что-то Ну это опять-таки Мое частное мнение Что-то в районе Там может 50 минут Плюс 30 секунд На партию То что Некогда Современная классика Да Наверное Мне кажется И можно сыграть Очень качественную партию И можно играть Чуть больше Количество острых дебютов То есть В этом плане Конечно Он дает возможность Шахматистам Проявить свой Весь арсенал Дебютной подготовки И вот Желание Где-то Более рискнуть Потому что Все-таки Игровой элемент Явно повышается Когда у тебя Что пришить Там 2-3 Проблемы за партией 30 минут А не час Это все-таки Большая разница То есть Ты можешь Брать риски Больше На себя В этом плане Конечно Ну Андрей пошел По простому Надежному пути Я думаю Все правильно Первый тур Я думаю Даже зря Он столько думал Как раз Сейчас Я думаю Что Крамника Ну Наша Наша доска Считает Что у Андрея Осталось 5 минут У Владимира Борисовича 7 Это вполне Допустимо Да Но Не до конца Точно Все поменяли Они Да Андрей Уходит Слоном На f8 4 на 4 Но белая Будут Пытаться Показать Что их Слон Е3 Лучше И за счет Этого Они могут Какое-то Давление Микроскопическое Может быть Даже Потом Переведут Коня Через H8 На f7 Ну Часто Когда Пойдешь Конь Д6 Пешка Е4 Тоже Будет Такая То есть Конь Д2 Придет Встать И Преимущество Этого Без Какого-то Просто Грубейшего Просмотра Выиграть Эту партию Конечно Ни одна из сторон Не может Это любимая Ситуация Комментаторов Когда играется Какая-то Позиция Где там 3 на 2 Ой 3 на 3 Или там 2 на 2 И надо Говорить Какие-то слова Шахматная Составляющая Может Долгое Время Не меняться Кстати Вот По поводу Каких-то Прогрессивных Форматов И по поводу Капабланки Очень любопытно Что Действительно Столетия Исподнял вопрос О ничейной смерти Интересно Что будучи Совершая турне По Советскому Союзу Он как раз таки Легендарный наш Самойл Маркович Жуховицкий Который играл С шахматистами Подумайте только От Капабланки До маленького Андрюши Андрюши Исипенко Вот как раз таки Будучи в Одессе На сеансе Капабланка С восторгом Рассказывал о том Что вот есть Новый прогрессивный Формат И австралийцы Он пытался Свои шахматы Еще там Десять на десять Что ли Продвигать Капабланку Что австралийцы Придумали Что вот фигуры На начальных позициях Можно Да Менять Да То есть сто лет назад Впервые идея Потом Значит эту идею Воспринял Давид Ионович Бронштейн Да Выдающийся Шахматист Которому завтра Сто лет Да Будут праздновать Да И потом Бронштейн Рассказал об этом Молодому Фишеру Да И родились Шахматы Фишера Да Многие считают Что за ними Будущее А ты Саша Как считаешь Есть ли Какое-то Огромное будущее Шахматами Фишера Не такой большой опыт В игры В них Единственное Немножко Честно скажу Были такие турниры По-моему Майнцы Проходили Я поучаствовал По-моему Только в одном Из них Сыграл Шахматы Фишера Но могу сказать Что игра Абсолютно другая Есть очень много Плюсов По состоянию Современных Шахмат Сегодня Что не надо По сути Если мы совсем Не знаем Если все позиции Используются То подготовка Она все-таки Такая Достаточно Нивелируется Скажем так Если не полностью То почти полностью Нивелируется Поэтому в этом плане Конечно Тоже плюс есть Большой Но взрослые Некоторые позиции Действительно У одной из сторон Являются Большое преимущество Изначально на первом ходу Не так все это гармонично Поэтому возможно За ними будущее Но все-таки Может быть За какие-нибудь Пятью или шестью позициями Которые будут выбраны И тогда Все равно Начнется подготовка Теории Хотя бы по чуть-чуть То есть дебют Будет снова играть роль Но конечно Там объем знаний Уже будет возрастать Из них пять или шесть Да Это запомнится Все будет невозможно Скорее Будет какая-то общая стратегия Что больше будет напоминать Наверное Если мы вернемся Сто лет назад Когда только эта идея зарождалась Поэтому наверное Вот это Я бы это видел Мне кажется Это было бы неплохо Вот выбрать пять-шесть позиций И уже в зависимости Жеребьевка Перед партией Там или Или С вечера Какая позиция будет Вот это наверное Было бы неплохо Да Мы сейчас видим это На Супертурнирах В Сент-Луисе Да И там где Вот пытаются Этот формат Продвигать Тем временем У нас сделаны Очередные ходы Да Позиция четыре на четыре Зафиксировались пешки Крамник намекнул на то Что не прочь Ко нем попасть На Д5 Наверное Не пустит его Андрей туда Вот Ладяц 7 Для этого ход и был сделан Ну Андрей решил Типа Короля на Ф7 вывести Может быть он хочет Слон Е7 Конев 8 Конев 6 перевестись Не знаю Может он хочет Просто Слон Д6 Конев 7 поставить Потом Ладяц А6 Ладяц А7 Держать такой контроль Чтобы если Ладя Б6 Будет атаковать Что же логично В целом В принципе Комментировать пока особо нечего Может быть Крамник намекает На ход Ф4 Что он так Где-то Евжев Пешка на Аш5 Ну конечно Там даже Евжев Ж6 Абсолютно нищая У тебя Б3 Коня на Ц3 Тут пока ведется Такая психологическая борьба То есть я поставлю Коня на Ц3 Или не поставлю Не думаю Что-то поменяется В оценке Точнее ничего не поменяется Но психологически Да Ну знаешь Что интересно Я При подготовке К комментированию матча Ну достаточно большое Количество партий Владимира Борисовича И Андрея Посмотрел И вот бросалось в глаза Что играя В общем в турнирах Крамник С таким надрывом играл Да Что он постоянно Вызывал кризис Вот А здесь Да Пока ни одного Такого Взрывного хода Пока еще не сделано Очень аккуратно Действует Крамник Знаешь Партия еще не закончена Я не исключаю Что структуру Партия поменяется Может белые в 3G4 Начинать сейчас Как-то продвигать Ну на самом конечно Ну наверное Ничья Понят что остается Там С огромным потенциалом Наиболее вероятный результат Ну всякое может быть Потому что когда Один из соперников Очень хочет выиграть Может как выиграть Так и проиграть По разному бывает Конец и 6 Сладец и тренер Ладец и 8 Стоит пойти Лислон до 6 Кстати наверное В принципе А может быть сейчас Просто согласятся Ничего не знаю Зависит Все таки мы больше видели Как Вот да Крамник играл В турнире В Голландии Левитов Левитов Часвильня То есть Наверное Это и по сути Может быть Один из немногих Турниров Именно Где аркировки Были возможны Потому что Как мы знаем Крамник любит Продвигает Шахматы Где аркировку Сделать нельзя Доиграл Сананда Матч Остальные Все таки Я так понимаю Владимир Борис Сейчас больше Играют через интернет Или Дружеский формат Даже тот же матч С грешком Который был Все равно Он был такой Относительно Дружеский Понятно Что Каждый из соперников Хотел выиграть Но он был Все таки Без обсчета То есть А в этом плане Наверное Вот единственный Турнир Который он сыграл С обсчетом Посмотрим Как матч Будет Уже в 4 Вперед По крайней мере Будет интересно Я всем Напоминаю Действительно Что у нас Матч этот Интересен тем Что обсчитывается Рейтинг И полноценный Такой формат И вот Как мне Рассказали Что Владимир Борисович Сам Очень хотел Именно Большое Количество Партий Да Не какое-то Там Да То есть Он в принципе 24 партии Блит Мне кажется С удовольствием Согласился То есть Этот формат Его полностью Устроил Поэтому Наверное Хочет Раз Приехал Поиграть Получить удовольствие И как он Сказал На открытии Что он будет Экзаменовать Молодого соперника Вот Коня 5 Без ладий Наверное Совсем Совсем Буду Непонятно Может было Наверное Пойти Ижи 6 В принципе Я не знаю Угроза Ладия 7 Или Кто-то Их 5 Вообще Умеет ли Белому Какой-то Смысл Дума Особо Ничего Не меняется До пешки Аж 5 Добраться Будет Невозможно Скорее Только Пешка И4 Станет Славой Наверное Немножко Вообще Будет Скорее Стратегически Под себя Вряд ли Белому Даст Провести Ижи 4 Поставить Пешку Наш 5 Коня На Ж3 Ну и Даже В этом Случае Ну да Надо Какую-то Слабость На что-то Напасть А Слабости В позиции Черных Нету Крепка Как Скала Ну Наверное Зрители Особенно Которые Сейчас В зале Могут Побольше Наблюдать Сегодня За Игрой Великого Чемпиона Поэтому Крамник Дарит им Эту Возможность Ну Как Ты Считаешь Если Мы Скал Что Экзаменовать То Первый Экзамен Уже Близо К тому Чтобы Андрей Первый Зачет Сессия Обычно Зачет 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 А потом Математика Письма В русский Устно Первый Зачет Андрей Близо К тому Чтобы Получить Солнце Семь Сыгран Задумался Увидел Что у нас Не меняется Солнце Семь Потому Что Ничего Предложено Ну Видимо Нет Да Согласен Семь Аплодисменты Звали Вы слышите Ну Что Какие Мы можем Утоги Подвести Что Мы можем Об этой Первой Партии Сказать Разведка Боем Действительно Получилась Сложная Спанская Партия Интересная Сами Соперники Придемонстрировали Во-первых Лазер Белый Соборит Их Кут Андрей Кут Казах 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 Уже Разведка Когда закончилась Да Я думаю Очень будет Интересна Вторая Партия Казах 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 Поменяться Плюс Минус То есть Дебюты Одни Могут Перейти В другие Поэтому Здесь Будет Интересно Посмотреть Какую Стратегию На этот Матч По крайней мере На быстрые Шахматы Сберут Наши Знаменитые Спортсмены Ну что Может быть Небольшой Перерыв Да И Ко второй Партии Мы С вами Вернемся Вернемся Оставайтесь С нами Да Спасибо